оказывается камер не записывал и выключил я думала снимает но удобнее мне кажется на голову нет а ну будет неровная картинка нет надо было внести мне вот деревенский дом наверно в одной части животные содержались другой люди жили гнездо птичьи вот настоящий да вот деревенский настоящий дом старинный покошенными рамами стекла где-то треснули где-то они еще стоят но видно что завален стена заваленная вот дальше идут домики чуть поновей наш маршрут будет двигаться туда сейчас я хочу его заход вот еще хороший кадр здравствуйте как поживаете а вы здесь давно живете давно живете здесь одеть то вас есть помогают дорогу нет а вам сколько лет и вы ходите тут дорожки чистить и да ну да ну здоровья вам а газа нет у вас здраво да а у вас колодец один на всех или еще на той стороне есть колодец а вы в каком доме живете каком доме в том же эти а здесь двое живут да две семьи а этого продаются нет вот этот старый дом разваленный землят продается здесь нет а сколько какая цена 2 миллиона здесь только у вас света свет электричество есть а газа нету а там где-то труба потустояние где-то полезно будет а за сколько продали за сколько продали но здесь интересней здесь вот глубинка красота никого нету а хлеб печете сами или привозят вам хлеб хлеб у вас кур есть хозяйства есть одни куры бетриут все по вывела и корову и овец тяжело сейчас уже конечно а мы идем слободу богородскую богородская помните такое знаете сугоновский район а я ходил в тот раз вы видели меня да вот я нашел дорогу но я не нашел уже поздно был я там заблудился чуть-чуть нет я сейчас вот здесь вот пройду по лыжня она прям вдоль вот этой вот там такая лисина выросла это мало молодняк вырос вот вдоль него я пойду да да пошли ну так там дороги это вот есть снегоходка кто-то прошел набора не да вот по ней мы пойдем ну ладно топнут топ 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 ну тут чуть-чуть пройти у вас война и дороги были да да сейчас очень тяжело палку надо подставить сделать орешно мужикам сказать вот так как здесь стоит да ну ладно божьей помощью вам здоровья понятно мы поедем здесь колодец бабуля арбайтер работе не будет двигаться не будешь на работа не волк это деда собой здесь немного а тут вообще все замело сейчас здесь будет уже правая вот на лыжня моя вот она чуть-чуть ее видать вот на так и вот так вот так но нам 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 она пойдем оси силу поди п зверей встречал оленя встречал не весной они конечно вот здесь я прошелся сейчас леса здесь прошла протоптала свежий снег показала где я раньше шел вот на лыжня который вводит нас в лесные туны так вот вышли мы на снегоходку будет гораздо легче значит двигаемся дальше вот мои следы я тут побрел я тут по навигатору смотрел я тут тоже не устал я тут тоже не устал да нет их тут они где-то спрятались во оврагах сидят так Нам вот в ту сторону Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выдержишь маршрут? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Д Espakar DimaTorzok DimaTorzok Дисклей 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вдал ряд Субтитры сделал DimaTorzok Дом Nord Продолжение следует... 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 двинемся обратно это чуть поснимаю чем привлекает этот храм тем что у него есть резной камень построим есть фрагменты резного камня вот на окнах наличники он там он еще видно что остались это могли себя позволит очень богатые люди проваливается по колено здесь вот весной вообще змей уже просто кишит до приезжал я уже наверно 3 4 4 раз приезжаю о ничего себе выше колена такой храм здесь усадьбы здесь было барская ой как тяжело эти-то о глубина деревьев валяются надо было выжать и щетки и вон там на углах остались фрагменты резного камня на самом верху тоже камень везде на углах здесь эти как рябина бузина вот это растет здесь вот тут вроде как аллея такая липовая здесь вот как липовая аллея здесь вот мы с андрюхой затем бревном ночевали у нас палатки тут стояли здесь слова я ездил а забыл и привет передать точно вспомнил я же про не просили привет передать точно точно хочу передать привет елене ушаковой моей подписчице зрительница который комментирует мои видюхи привет из богородской слободы наконец-то вот сюда добрались с максимом товарищ который обещал пойти вот сегодня мы смогли преодолеть этот маршруту вдвоем так что всем хорошего настроения и хороших положительных эмоций после просмотра этого фильма сейчас мы возвращаемся домой мария знает пошла налить пошла лишь вода так что даже когда-нибудь пригодится и нам ну ты поцарапаешь лыжи сейчас себе здесь вот или упадешь вот так так и сложно а после нас дедушка с лопаткой приходил смотри чистился ну лет пять небось семи я съесть ним Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Прокатали. Там машины прокатали. Там как асфальт. Там силосные... Ой, не яма у них, но Навальный, силос на поле. И туда ездят эти, на Кировцах, наверное, на Кольтара. А ваша машина где? Наша в Гурьево. Там стоит. Второй где? Второй вон он идет, идет потихонечку. Устал. Сейчас идет. Как деревня это называется? Богородская. Богородская? Богородская. Там двое. Там двое, два человека живут. Ну, в ту сторону, ой, забыла какая на все. Ишутина. Нет. Ну, там уже этот район, Ферзиковский район. Ферзиков? Да. А вот собак-то есть нет? Собака вот седьмой день нету. Убежала, да? Она небольшая, вот такая, желтенькая. А, желтых не видел. Куда оделась? Там видел черную собаку. Черные, наверное. Ой. Значит, вы ничего не хотите. А я хотела вас кофем угости. О, спасибо, спасибо. Нет, у нас есть все. У нас есть, да. А поскорее, да вам добраться, дела. Да, да, хорошая дорога. Там вот снегоход прошел. Охотники? Охотники прошли. Потом там машины на поле раскатали. Там снегу по колено. Мы катились под горку хорошо. Отлично. Хорошая прогулка. Ну, и тут теперь ничего, да? Да, здесь-то что-то горку обогнуть. Нету сил? А я тут трактор чистил. Сделай что-нибудь, сделай что-нибудь. Странно. О, у вас тут печка. Цветовок у вас сколько. Полы помыла, а то грязные. Ага. А вот четыре доски быстро мараются. Там печку тут такую. А что второй не дает? Да вон, заходит. Будете греть или у нас... Там тепло только вон будет. Тепло? Садитесь сейчас. У меня сейчас борода вся оттает. Ага. Так все идет. У меня-то есть сил. Я наоборот. Вы меня в стул взяли, я вас попрошу. Что сделать? Задвинуть, да? До конца. Еще. А кто выдвигает? А эту повезет. Сами выдвигаете, да? Тряпка. Маленькая, не знаю. А, вот давайте, просите. Повесьте. Вот. Хотите, мы вас угостим компотом? Нет, спасибо. У меня вот здесь... Я с собой варю. Ага. А можно вас сфотографировать? Меня? Да. Сейчас дайте я раздену, а то и он... На память. А я вот, да, на память. Да. Сейчас. Раздену. А тут тоже фотографирую. Ага. Можно посмотреть, как вы живете? Зре. У меня... Это подтопка. А это голландка. Можно посмотреть? Смотрите. Смотрите. Старинный дом, вот. Побываем. Хоть. Там-то умер уже 27 лет. Муж, да? Ну, у него сахар был, болит. Ага. А вот у вас печка. Это голландка, да? Да. Голландка. Понятно. У вас мазанка, да? Да. А это внук. Внук, ага. В серпухе у военной академии учится. Молодец. Молодец. Сын и сын. Понятно. И поэтому своя ситуация и ее ситуация отличаются. Как нельзя. Ой. Так. Шапку не снимать? А, нет. А? Не, не надо. Переснять. Не, не надо. Не, не надо. Не, не надо. Не, лучше так вот. Окол печки давайте я сфотографирую. Сейчас я вот это уберу. Тряпку. Внимание. Фото. Еще такое селфи. Фото вместе со мной. Вот так вот. Внимание. Фото. Ну. Все. Ух, а хорошо, что вы нас спустили. У нас хоть остановка. Мне чуть-чуть. Хлеб у вас тоже есть? Есть. А хлеба? Хлеба. Вечер на хлеб оставить там? У меня уже не надо. Нет. Укусите есть. Укусите есть. Нет. Не надо? Нет. Яблоки пылить. А горячий он у вас? У меня горячий. Ну, Витя поведет. Хотите на нем? Не надо. А вот вон какой чайник. А. А я завариваю прям сюда. Он тоже. Его можно включить и он будет весь день горячий. Но я не включаю. Нагреется и выключаю. Вот 8 часов я заварил. Нет, я остался 7. Ну да, где-то 8 я заварил. Он до сих пор горячий. Да. У меня тоже есть маленький термок. Ну я у него не... У меня тут чайник. Его включишь и он будет весь день зарядить. Угу. Как закипеть его там сзади включаю. А дрова-то вам кто рубит? Дрова покупаю. Покупаете, да? Прямо готовые. Угу. Ну что, сыну тоже. Он у меня попал. И шел с работы и девка сбила его. Угу. А дом не дует вот у вас щели. А? В щели не дует? В щели? Не забываю? А что вообще знаешь? Не знаю. Вроде нет. Ругается, что отец защикотурил. А, это не дышит он. А теперь если еще отбивать, я говорю, нет, не трогай. Нет, вообще можно отбить. Гипс-картон. Говорю, попробуй она, что хочет поделать. Это вы сами вот топите все каждый раз, да? Это утром, а то вечером. А если хоть холодно, если не сейчас протопило, я под топок вот тут. Ага. А где она топится у вас? Вот отсюда, вон. Это под топок. А, вот здесь вот закладываете вот грова, да? Да. Уже она протаролела. А, прогорелась, да. А это вечером. А вот здесь у вас можно хлеб печь, да? Ой, утром. И всегда, каждый день топлю. То куром картошку варю. Но сейчас не варю, потому что это холодно. Она медленно. Да, интересно вот так вот попасть. Так, как корову все держала. Ну, тяжело. Ухваты, да? Старые, старые. О! А, вы тут таким образом дрова сейчас посвящу. Посветим. У меня есть сейчас фонарик. Там два картошка. А то есть свой фонарик. У меня есть фонарик. Да. О, видите фонарик. О, ничего себе там. Вот туда, туда. Тепло прям. Эти чугунки стоят у вас, да? А это вода стоит. Здоровая какая-то вот эта печь. Сколько там, метр, наверное, в длину, да? Метр на метр, да? А сюда дым идет, вот. А, вот в волках, ничего себе. Вот сюда вот дым идет. А от этой волку, да. Ага. И вы там дрова сушите, да? Да. На ростовку. Чтобы быстрее загорали. Да, интересно. Летом я редко топлю. Сейчас каждый день. А топот как морозы. Так вам экскурсии надо водить. Чтобы они вам тоже, будем что-нибудь рассказать, рассказали. Ой, спасибо, обогрели нас. Обогрели. Сейчас пол шестого, да? Да. А, у вас кошка есть, да, еще? Это кошки у меня. Сколько у вас кошек-то? Сейчас шесть. Шесть кошек, да? Своих-то или кто-то подкинул. У меня три кошки, тоже кормить нечего. Было 12. Нет, семь сейчас. Ну они у вас привередливые, нет? Или вы только привередливые, едят вот эту штуку? Едят корм, молоко, а так бывало и мы все ели, а сейчас вот только вот эту. Ну если вот Ролтону наведу с консервами, вот еще поменять. Ага. Колбасу любят. Да, ну есть, они все три стоять глядят. Одну и кусал другую, потом иду хожу туда. Мошеи, наверное, ловят, да? Да. Толик, вот я тебе привожу, что ты кошек кормишь. Я говорю, я не кормлю кошек. Это вы целый день вот чистите дорожки к роднику, да, к колодцу? Угу. Вчера столько снегу было, я замучилась, еле домой пришла. Даже есть ничего не стало. Сегодня мало, а у вас там живут подмоют, а то... Юрий Иванович, Юрий Иванович, Юрий Иванович, Юрий Иванович живут? Да, да. Мы с ним познакомились. Там живут, это наш староста. Староста. А тут Аркашин эти. Но они все время живут тут, они дачники, у них в Москве квартира. Ну живут тут. А ведра сами носите с водой? Да. Или возите? На коромысле, да? Да, как тепло, качаем насос там у меня. И сколько вы поднимаете, вот за раз приносите? Я сейчас маленькие ведра купила, по 9 литров. И два ведра, 18 литров, да? Вот такие большие носила. А сейчас маленькие. И у вас здоровья хватает, да? Да. Ничего не болит? Позвоночник не болит? Нет. Не болит, да? Пока нет. Ну, молодец. Вот раньше здоровья было. Пока-то. Я ребра с одного бока, с другого сломал. Обеи руки сломаны. Да. Бог дал здоровье. И долгие годы жизни. Все зажило. Ты тут скинешь и лёд пока вы не оставили. Да он сейчас пристынет. Он сильно премелся. Сильно премелся. Бородайся. Да. Вам, наверное, тут скучно бывает, да? Да. Пообщаться с кем-то. Вот так. Я еще кур не закрывала. Сейчас пойду. Надо надеваться. А, болезнь, да? А? Болезнь, да, уже болезнь. Уже нужно масса делать. Потому что я за почтой ходила. А всю жизнь, вы всю жизнь ходили, да? Да, сначала тут я начальником почты была, 17 лет. Потом кто умер, уехали, все, ликвидировали. Говорят, будешь носить почту? Буду. И вот Борятина отсюда ходила. Вон кошка вылила. Слезла? Слезла. Слезленькая, страшненькая. Скотеночек. Скотенок. Это тоже вот выбросили, а я его приучила. Безобразник стал. Везде. Залезла. Ебой сидит. Ролик ругается. Мало тебе кошек? Ладно, не ругается. Вы тоже его подбросили маленького. Не выкидывайте. Да. Знает, что я беру и... Замерзнет тут. Не людей, никого нет. Ну, кто кормить его будет? Замерзнет? Да, наконец-то. И умрет. А сейчас безобразнонно умер. Боится, просится. Я вот этот один раз его забыла взять, он утром прям прибег на печку. Боится. Ну как не боится, вроде вышел к нам. Все испугался. По-любопытству. У них есть клички-то? Есть, Китик и все же. Нет, как его зовут? Это я его барщик зову. Котик. Все, у меня уже... И Мурки, и Симки, и Гуськи. А вас-то как зовут? Что-то мы не спросим. Тамара. Тамара, да. Я Саша. Я Максим. Потом мы что-то так даже не познакомимся. Вы еще приедете, да? Ну, если будут люди, желающие вот так прокатиться со мной, то будем проходить. А кто у вас там? Есть кто? Пока нет никого. Никого? А как же вы там? У кого? Никого? Нет, ну мы просто ходим, как туристы вот. Вот. У нас есть вот маршрут, нам и наметили, мы его прошли. Звали людей. Больше никто не захотел. Ну, может вот сейчас... А там бабки живут или кто? Нет, там не бабки. Ну, пожилые люди, но они младше вас. Им, наверное, лет под 70, наверное. Пасечник там один. Человод живет. Он там с женой. У него жена-учительница. Мы все не видели, его видели. Ну, я с ним поздоровался, ну, подходить я не стал. Мы там поодаль так стояли. Просто он видел нас, мы увидели его. Нам-то, конечно, а то там тоже надолго можно зависнуть. Я-то думал, к пяти часам вернуться уже. К пяти вернуться. Ну, вот не получилось, давайте вернуться. Раньше надо было идти, а сейчас? Нет. Просто надо по телефону меньше говорить и быстрее идти. Забустали бы. Ну, я бы быстрее мог идти. Я под конец разогреваюсь. А ноги ничего не дамерзли? У меня нет. Нормально. У меня нет нормального. У меня, например, жарко. Ну, нам пора идти. Большое вам спасибо за то, что нас обогрели. Обогрели нас. Я ж ты под молотку и петушка тащил. Тащил, да? Молоденький. Как он и понимает, что молоды. Ну, природу не обманешь. Лиса была, утку махнула. Мы ее застрелили, конечно. Вот там дом задний. Она к ним залезла. Да, сейчас видно. Вот у них ходили. Были лиси следы-то. Устрелили. Бегают. Зайцы тут бегают. Ну, не забывайте. Не-не. О. Все, нам последний рывок до машины. Два километра, да? Да, от Кореева до Гурева считает два. От Гурева до Яма четыре. Четки. А у меня что-то сбилось. А тут сейчас связи нет. А у меня не связь, у меня спутник. Теперь? Что значит? А, понял. Или она могла выключиться? По-моему, ее видно надо будет. Так. Это помощь-то в одни не заканчивается. Ой. Сейчас я. Еще раз. Вообще-то мне надо одеться, а то я поздно. А, GPS почему-то отключился у меня. Не знаю. Вот сейчас пошел. Бывает, глючит. Страва. Так, ну вот до расстояния 20 километров. Прошли сейчас. Ой. 20 километров. В принципе, правильно показывает. Ну почему-то вот отключилась. Не обновил я страву. Все. 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 Невеста. По девкам, может, прошла. И с дома ушла. Невесту пошла искать. Да это дотору свать. Хватит. Но там на машине. Да, да. И вам всего-то наилучшего. Ну ладно, если еще раз поедем, зайдем к вам в гости. Что-нибудь вам каких-нибудь подарков принесем. Все, у меня пошло истощение. Пошло истощение. Жрать надо конкретно. Все. Заправка кончилась. Хорошо. Мы бабуличей кухне это попили компотику. Так, прошли мы 24 километра. Время в пути 8.30. Сохранить. Я вчера духом не падаю. Да. Я сюда дорогу убал. Несмотря на падение. А все. А загорелся. О, домез. Собли потекли. На ульях упал. Так, сохранить. Так, ну может у меня это. Так, ну может у меня это.